У микрофона Юрий Боголепов со мной в студии, Евгения Косогова, Евгений Соколов. Интересная информация появилась в канадской прессе. Агентство пограничной службы Канады устанавливает видеокамеры с высокочувствительными микрофонами на приграничных пунктах и в аэропортах. При помощи подобного устройства, например, можно будет тайно прослушивать разговоры в машине, стоящей в очереди на таможне. Конечно, власти утверждают, что все это делается для обеспечения безопасности в стране. С подробностями Евгения Косогова. Да, действительно, установку микрофона в правительстве Канады объясняют необходимостью борьбы с преступными группировками и контрабандистами, которые достаточно активны. Так, например, агентство пограничной службы сообщает, что в 2008 году около 58 преступных группировок так или иначе действовали в различных крупных аэропортах Канады, пытаясь подкупить работников аэропорта или устроить своих членов своих группировок на какие-то должности в аэропорту, чтобы нелегально провозить запрещенные товары в страну. В аэропорту города Оттавы микрофоны уже были установлены, причем прослушивать планировалось не только разговоры туристов, но и самих сотрудников аэропорта. Сами сотрудники узнали об этом только после того, как журналисты связались с представителями профсоюза и попытались получить информацию по этому поводу. Планировалось также разместить в аэропорту плакаты с номером телефона и с информацией о веб-сайте агентства пограничной службы для того, чтобы информировать граждан о том, как, зачем и сколько времени хранятся записанные файлы. В каких еще приграничных пунктах были установлены микрофоны, Министерство общественной безопасности не уточняет. И как только информация об этом появилась в прессе и вызвала определенный резонанс, Вик Тейвс, министр общественной безопасности, очень быстро принял решение приостановить использование оборудования для прослушивания. Теперь необходимость этих мер будет изучаться комиссаром по защите частной жизни. И будут сделаны выводы. И выводы эти доклады уже будут рассмотрены правительством, и уже тогда только будет принято решение о том, действительно, можно ли проводить подобные меры на пограничных службах, службах и в аэропортах Канады. И вот в связи с этим я хотела бы открыть в студии такую небольшую дискуссию. И не кажется ли вам, что мы живем в такую эпоху, когда все меньше остается места для личного пространства у людей? Давно кажется. Вообще выйти нельзя никуда, чтобы они где-то не снимали. Да, вот камеры наблюдения установлены практически везде, то есть в метро, по всему городу, практически в больших крупных магазинах и так далее. Причем сами граждане тоже о себе очень много сообщают на социальных сетях. Потом не забывайте, вас можно очень легко вычислить по сотовому телефону. Ну, естественно. С другой стороны, где вы находитесь в данный момент, можно узнать. С другой стороны, магнот-то вот так ведь и нашли. Да, вот с одной стороны, это приносит действительно какие-то результаты, потому что... Но с другой, вот правительство Харпер не только сократило число служащих в таможне, причем намного, на 100 человек по всей Канаде. Это значит, удлиняться эти очереди там на таможне и так далее, и так далее. А кто вообще будет этой прослушкой заниматься? Даже люди все эти слушают. Это кто будет? Это значит, еще какие-то дополнительные... Это не так легко, кстати, сколько разговоров прослушать, чтобы там, может, по какому-то намеку что-то заподозрить. Вот мы с Юрием бывать ездим в Америку, мы говорим по-русски, да, вот, значит... Да, кстати, нужно переводить. До полусмерти, значит, нас остановят, о чем мы говорили. То есть это, конечно, скандально. Поэтому Мактейс понял, что сейчас опять вызовет определенный скандал. То что получается? Канад сокращает нам все. Сокращаются служащие национальных парков, да, значит, что там будет непонятно. Это, конечно, нанесет удар большой по национальным паркам. Всяких культурных учреждений, включая Радио Канада, как вы знаете, тем не менее, на бомбы, допустим, для Ливии деньги есть. Наверное, для Сирии тоже найдутся. На это тоже деньги есть. Естественно, возникает вопрос, вообще, кто, как распредел этот бюджет, и уж не бездомная же бочка бюджета нашего Министерства национальной безопасности, или как там получилась часть ситуации, как называется Министерство общественной безопасности. Общественной безопасности, да-да-да. Так что поэтому, конечно, но я думаю, что это так не пройдет. Вот, в общем, все-таки все больше и больше в Канаде возникает озабоченность, она выражается громогласно по поводу таких вот мер, ущемляющих личную свободу. А потом непонятно, как будут действительно использоваться эти записи, ведь не забывайте всегда, говорят, да, для поимки преступников, а всегда есть, в общем, соблазн использовать и в других целях. Да. Проверить это фактически невозможно. Ну, говорится о том, что эти записи будут храниться всего 30 дней, но, на самом деле, 30 дней – это достаточно большой срок, то есть за 30 дней можно действительно эту информацию использовать, и те же самые преступные группировки, они тоже, если они получат доступ, там, предположим, если эта информация цифровая будет храниться на каком-то носителе, на сайте или так далее, и эта информация может взламываться и просочиться, это тоже большой риск для граждан с этой точки зрения. Большое спасибо, Женя.